Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! С начала этой недели в театры, кафе, санатории, бассейны, фитнес-центры попасть можно только при наличии QR-кода. То есть не вакцинированные и не переболевшие COVID-19 остаются за бортом обычной жизни. И, конечно, у многих этот факт вызывает протест. Однако стоит сказать, что новая реальность – это ведь не только для Алтайского края и России, так живут уже во всем мире. И делается это прежде всего, чтобы уменьшить статистику заболеваемости и смертности. К слову, высказать друг другу все, что наболело, местные общественники, депутаты, бизнесмены смогли в рамках круглого стола. Было жарко. Подробности в нашем материале. Распространение коронавируса – миф или реальность? Спустя полтора года пандемии начинаем с начала. Появились новые обстоятельства – QR-коды, которые в будущем могут стать допуском ко многим услугам, а не только входу в торговый центр. Но решение должно оцениваться объективно. В чем, я полагаю, например, есть ресторан. Ну, наверное, посещение ресторана не такое высокое, как общественного транспорта. Ну, не в ресторанах, соответственно, у нас там QR-кодирование, да, и ковид распространяется. Алтайские депутаты уже готовят свои предложения в закон о QR-кодах. Где и у кого их спрашивать? Жители рассуждают на эту тему давно и бурно. Обсудить их опасения собрались на общественной палате края. Каким социальным, экономическим последствиям приведет реализация положений указанных законопроектов? А какая поддержка будет оказана тем сферам, которые пострадают? Причем, эта поддержка должна быть реальной. Один мрот за неделю нас не спасет. Видим и понимаем. Пока не будет контроля, наши граждане не соблюдают. Мнение врачей звучало. Мы научились работать в пандемии, но если бы все привились, волны можно было избежать. Хотя, как ни парадоксально, сейчас о здоровье, если и думают, то в красных зонах. В остальном люди беспокоятся о запретах или рисках финансовых потерь. Вакцинировано практически, вы говорите, 50% населения. Но количество заражений только увеличивается. Что подразумевается под словом угроза распространения новой коронавирусной инфекции? Какая ее продолжительность, разновидность, срок? То есть, фактически, эта терминология ничем не обозначена, просто реплика идет. Юристы, отбросив свою точку зрения насчет вакцинирования, разбирали законопроект пословно. И вопросов к нему масса. Другие участники пошли еще дальше. Но если мы заглянем немного в будущее и представим наше будущее, что нас может ожидать? Конечно, эта теория сегодня может выглядеть несколько фантастически. Но, извините меня, за какой-то репост вам могут отключить QR-код в будущее. За неправильное голосование на выборы вам могут отключить. За одиночный пикет, за выход на какое-то общественное мероприятие. Вариантов возможно. Взвесить все за и против, за всех, все равно придется депутатам. Идеи с районов они рассмотрят в начале декабря, затем свое мнение сформируют в комитетах по здравоохранению, туризму, предпринимательству. Первое чтение проекта в Госдуме пройдет в этом году. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Изменится ли состояние пассажирского транспорта, появятся ли новые автобусы, вырастет ли заработная плата водителей и кондукторов, пока вопрос. Но цена на проезд в Барнауле повысится с 1 декабря, и это факт, свершившийся. Правда, вырастет она всего на 5 рублей, а не на 14, как изначально просили перевозчики. Теперь одна поездка за наличные или при оплате банковской картой в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 28 рублей, при оплате электронным кошельком 24 рубля, 23 при оплате единым проездным билетом. Кроме того, продолжают действовать и все льготные тарифы по социальным транспортным картам. Для пенсионеров по городу 12, в пригородной зоне 15 рублей, для школьников 11, для учеников из малообеспеченных семей 8 рублей, для студентов 13 рублей. Следующую тему обсуждают еще с конца прошлой недели. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле сбили девочку. Общественность всколыхнулась. Родители одноклассников-школьницы подготовили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. Позже водителя 65-й маршрутки арестовали, а накануне стало известно, что на пересечении Шумакова и Северного Власихинского проезда появится освещение. Установят светофор. Таким образом, пешеходный переход, который стал местом смерти школьницы, станет регулируемым. О новых подробностях этой трагедии и ситуации на дорогах Барнаула в целом накануне Дня памяти жертв ДТП расскажет София Иценко. Мы в детских садах своих детей учим, безопасности передвижения, в школе мы учим, мы пишем, рисуем маршруты, как они ходят. Но никто не задумывается и никто не пытается нам обустроить пешеходные зоны. Но это вообще, я считаю, это преступление со стороны администрации. Трагическая смерть школьницы на пешеходном переходе всколыхнула общественный резонанс. На место, где оборвалась жизнь девочки, с криком души вышли родители ее одноклассников. Дети идут из квартала в квартал. Везде здесь нужны светофоры. Может быть, не столько пешеходников здесь нужно много, но они должны быть все освещаемые, должны быть все регулируемые. И тогда мы будем спокойны, отправляя детей в школу. Будем уверены, что ребенок придет домой. Сотрудники ГИБДД пояснили, перекресток не считается аварийным, а значит, оснований для установки светофора раньше не было. Если на нем в течение года произошло три дорожно-транспортных происшествия одного вида, либо пять дорожно-транспортных происшествий разных видов, тогда он становится аварийным. Берется на особый контроль, принимаются меры различные, рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города. Либо устанавливают знаки какие-то, меняют, либо светофор. Однако такой ответ родителей школьников не устроил. Ну что, нам теперь здесь лечь родителям, чтобы наши дети не гибли? Беда объединила не только родителей учеников 128-й школы, но и просто небезразличных барнаульцев. Коллективно они написали обращение в прокуратуру края с просьбой сделать переход регулируемым. Таким образом удалось собрать порядка 750 подписей. Благодаря общим усилиям и огласке региональных СМИ, светофор и должное освещение появятся здесь уже в этом году. В Барнауле статистика ДТП неутешительна. Только за последние 10 месяцев произошло более 300 происшествий, включая наезды на пешеходов. В результате 326 человек получили травмы, 18 погибли. 190 дорожно-трансных происшествий из этих 319, то есть большинство, произошли именно на пешеходных переходах. В таких дорожно-трансных происшествиях пострадали 196 человек и погибли 10 человек. В преддверии Дня памяти жертв ДТП Барнаульская госавтоинспекция провела рейд «Пешеход в приоритете». Только за пару часов выявили 16 нарушителей. Ну надо прежде чем поехать убедиться, пойдет она или нет. Она никуда не шла. Когда мы уже начали проезжать, она пошла. Мы же сами видели. Видели, да. Что пешеход вступил на проезжую часть. Кроме того, водителям раздали тематические памятки с правилами дорожного движения. Про пешеходов. Внуки есть? Спасибо. Есть, конечно. Есть. Вот сколько внуков? Двое. Двое. Возьми, скажем. Спасибо. Сотрудники призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила. Ведь только так можно сохранить жизни людей и избежать плачевных последствий. Водителям необходимо снижать скорость перед регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами. Убедиться, что на данных пешеходных переходах отсутствуют пешеходы, либо они увидели их и, соответственно, стоит остановиться. Пешеходам же стоит убеждаться в безопасности, посмотреть по сторонам, для того, чтобы убедиться, что автомобиль либо вас пропускает, либо автомобиль отсутствует на проезжей части, и вам свободен проход. София Иценко, Дмитрий Денисов. День с толком. День недоношенных детей. Анна Рашагирова продолжит тему. Высокое давление, головные боли, другие отеки и другие изменения в организме. Сначала была умеренная стадия, но за неделю развилась тяжелая. И в связи с этим врачами было принято решение провести кисорево сечение. На момент операции шла 33-я неделя беременности. Так неожиданно на свет появилась девочка Аделина, весом чуть больше полутора килограммов. В первые дни, рассказывает мама, внешний вид ребенка только пугал. В реанимации лежала и была в шапке с трубками. Да, так сердце сжималось, кровью обливалось. В медицине детей, рожденных до 37-й недели беременности, называют недоношенными. И по статистике, каждый десятый ребенок в мире рождается раньше предполагаемого срока. Из них около миллиона в год умирают. Некоторые берут с собой во взрослую жизнь различные неврологические и физические патологии. Разумеется, преждевременные роды для матери – это всегда неожиданность. Когда это происходит, в голове появляется только один вопрос. Почему? Причина, на самом деле, преждевременных родов до конца неизвестна. То есть это и патология со стороны матери, то есть возраст матери на момент беременности, хронические заболевания, вредные привычки, опять же. Возможно, загрязнение экологии, стрессовые факторы, которые женщина испытывает. Так как ряд женщин же до последнего работают, продолжают работать по ряду причин, соответственно, вот эти стрессовые факторы, плюс нарушение питания, диеты, нарушение сна, то есть могут послужить причиной преждевременных родов. Еще каких-то 10 лет назад детей, рожденных раньше 22 недель беременности, не спасали. Такие случаи называли поздним выкидышем. Сегодня медицина оказывает помощь всем новорожденным, у кого при рождении бьется сердце. Принято в нашей стране, в ряде стран мира, то есть дети с 22 недель оказывается помощь. Но если он родится на 21 неделе, то есть помощь будет оказываться в полном объеме. Но в таком случае он ребенком будет считаться, когда проживет 7 суток жизни после рождения. У меня тоже, можно сказать, все случилось внезапно, не успела подготовиться ни морально, ни никак. То есть просто попала в роддом, как мне казалось, вернее не в роддом, а на сохранение, да, в патологию. Что с проблемами, с давлением, но, не знаю, мне как-то казалось, что эти проблемы решаемы, и что, в принципе, я вот просто полежу и выпишусь домой. Но все пошло не так, то есть гистос, давление уже не смогли контролировать. И, ну, можно сказать, даже не можно сказать, это так и есть, чтобы спасать. Ну, то есть выбор стоял, либо мою жизнь спасать, либо, как бы, вот, поэтому в таких случаях, ну, выбирают маму. И на 30-й неделе поэтому меня прокисарили. То, что уже все, я в реанимации лежала, меня уже не могли дольше врачи держать. Марк родился весом в 900 граммов. И даже эти цифры для почти 8-месячного ребенка были катастрофически маленькими. В лучшее, рассказывает Наталья, уже не верилось. Конечно, это было мне очень страшно, потому что я видела, что другие дети 30 недель, они уже, как бы, ну, там, полтора килограмма полежат, может, там, с месяца и выписываются. Поэтому у меня настрой был такой очень, ну, на то, что будет все плохо, такой тяжелый. И потом очень долгое время, уже когда там в полгода стало понятно, что все с ним нормально, но я все не могла поверить, что все действительно хорошо. С первых дней жизни недоношенного ребенка выхаживают в кювезе. Здесь влажность, температура и темнота. Условия соответствуют утробе матери. А пока малыш набирает вес и крепнет, мама тоже нуждается в помощи, ведь впереди нелегкий уход и забота о ребенке. Большая часть мам, они замыкаются в себе, потому что начинают часть из них анализировать, пытаться, почему с ней вот это произошло, с ее ребенком, почему он родился такой, что было не так, что подействовало. И вот переломить вот от этого круга, так сказать, самоедство и направить ее все усилия на уход, на заботу об этом ребенке. Вот это основная цель психологов, медицинского персонала. Мы выявляем, когда видим определенные эмоциональные реакции, выявляем автоматические мысли, которые порождают вот эти реакции. И, соответственно, идет работа с этими мыслями. Бывает так, что у мамы есть чувство вины, бывает так, что у мамы есть тревога, страхи какие-то. Но чем больше получает мама информации в течение жизни здесь, в перинатальном центре, тем она становится увереннее в успешном исходе своего ребенка, вот в выздоровлении своего ребеночка. О том, что было с малышом при рождении, сегодня помнит только мама. В свои шесть Марк, как и другие дети, подвижны, с удовольствием читает стихи и придумывает истории. Сегодня дети-торопышки, как уверяют врачи, догоняют в развитии своих ровесников. Правда, только к трем годам. Если доношенный ребенок в году пытается делать попытки сидеть, ходить, то недоношенный родился в семимесячном возрасте, то он должен в год и три это начинать делать. Не надо его сравнивать, потому что он родился раньше. И у него вот этот срок, который он должен находиться в утробе, он происходит после рождения. И примерно их можно сравнивать, когда бы он должен был родиться в сроке 39-40 недель, как и любой доношенный ребенок. Пережив эту историю, Наталья Розенгрин стала помогать и другим мамам, у которых дети родились недоношенными. Она проводит бесплатные сеансы арт-терапии, учит вязать. Это занятие помогло и ей в свое время убежать от самых плохих мыслей. Чтобы вот это вот время не проходило, скажем так, медленно и тяжело, в общем, мы начали вязать. Начала сначала я вязать, потом я соседок по палате подтянула. Сегодня Наталья еще и равный консультант благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Мамы таких малышей могут получить бесплатную помощь от лучших специалистов в области выхаживания недоношенных детей, позвонив на горячую линию. Кроме того, на сайте фонда есть и онлайн-школа. Мама может зайти и в любое удобное для них время в интернете посмотреть ролик именно на эту тему. На тему по заболеваниям глаз, по заболеваниям центральной нервной системы, по неотложной помощи. Занятия по уходу за недоношенным в домашних условиях есть на этом ресурсе, то есть там около 7-8 тем. Недоношенность – не приговор, уверяют врачи. Больше 80% таких детей выживают. Бывают случаи, когда даже полукилограммовые малыши крепли на глазах. А сейчас в каждый свой день рождения с благодарностью приходят к тем, кто помог им в этой непростой борьбе за жизнь. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжим. Командировки за сотни километров от дома, сон в дороге и съемки вне зависимости от праздников и выходных. В преддверии Дня телевидения, который весь мир отмечает в это воскресенье, мы решили рассказать про закулисье новостной редакции и показать, какая непростая работа стоит, казалось бы, за небольшим сюжетом. За спиной телеведущий «Плазма» отражает самую суть сюжета. Перед глазами суфлер. Термины зрителю не вполне знакомые. Но без них современный мир телевидения представить сложно. Каждый день сообщать миру новости – главная задача тележурналистики. Но мало кто знает, что за 20-минутным выпуском скрывается работа целой команды. А начинается все с картинки. Принято считать, что на съемочной площадке главный – это корреспондент. Я с этим в корне не согласна. Главный – оператор. Это глаза журналиста, без него не будет красивой картинки и как следствие сюжета. Сегодня у вас есть редкая возможность познакомиться с тем, кто обычно остается за кадром. Вадим, расскажи, пожалуйста, в чем главная задача оператора? Главная задача оператора – не упустить свой шанс. А шанс заключается в том, что оператор, когда исполняет свои обязанности, у него появляется просто сумасшедшая возможность интерпретировать этот мир и показать действительность, которая окружает, как он ее видит, то есть своими глазами, и предложить всем зрителям посмотреть именно глазами оператора на то, что происходит в этом мире. После съемки оператор и журналист возвращаются в кузницу новостей, в редакцию. Корреспондент начинает отсматривать съемочный материал и писать сюжет. Настя, о чем сегодня пишешь? Я отсматриваю общественные советы. Здесь собрались разные люди, представители власти, юристы, жители. Они обсуждают, нужно ли законодательно принуждать людей к вакцинированию или нет. Что тебе особенно нравится выезжать? На какие темы? Ну вот смотри, командировка – это маленькое приключение. Это ты тратишь часов 6-7 на дорогу, смотришь на поля, медитируешь. Артем, а зачем тебе это устройство? Гонять надоедающих журналистов. Как только сюжет выходит из-под пера, его вычитывает шеф-редактор недели. В нашей редакции их три. Сегодня за эфир отвечает Татьяна Голубева. Вообще, конечно, редактор не только тексты вычитывает, он и придумывает тему сюжетов, он организует съемки, он посылает журналистов на съемки, потом обсуждает темы с журналистами. И самое главное, что он собирает весь выпуск в единое целое. Поэтому, Валь, ну ты не вовремя подошла, а сейчас дедлайн уже скоро. Такие дедлайны. Вода в трубах появляется лишь под вечер. После того, как текст вычитал редактор, корреспондент начитывает и отдает на монтаж. Самый молодой монтажер редакции Данил, ему всего 21. Эдиус он освоил всего полгода назад, доработал электриком. Но творчество взяло верх. Я понял, что мне больше нравится монтировать, чем скручивать провода. И захотел этим заниматься. Что самое сложное в профессии монтажера? Да, и тут много факторов. Главное, чтобы картинка сочеталась, один кадр сочетался с другим. Надо понимать все сложности техника монтажа. Свой профессиональный праздник телевизионщики отмечают раз в год, 21 ноября. А происходящее в Алтайском крае и его столице мы освещаем ежедневно. Ну что ж, пятничный выпуск готов. Планируемся на новую неделю, чтобы вы были в курсе самых свежих новостей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Провокация, открытость и неслыханная дерзость. Дух телевидения 90-х годов остался далеко в прошлом. С грустью отмечают барнаульские гуру телевидения и добавляют, что та сила голубого экрана, которая была еще каких-то 20-30 лет назад, навсегда утратила свою мощь. О телевидении вчера и сегодня мы поговорили с писателем Анатолием Кириллиным, который когда-то был руководителем известной барнаульской компании «ТВ Сибирь». Сочувствую нынешним работникам телевидения, потому что в мое время не было интернета, не было такого мощного конкурента. Что тут говорить? Представьте себе конкурировать с электронным средством, которое требует минимальных услуг, где не нужно, так сказать, камеру заводить, на морозе снимать и так далее. Сидя в кресле, извините меня, в домашних трусах можно делать все, что угодно. Но дело в том, что, наверное, законы везде одинаковые, для того, чтобы смотрели, нужно привлечь внимание, как мы работали. Мы думали, что надо сначала завоевать доверие у зрителя, а с доверием придет интерес. Вот что при встрече старые знакомые друг у друга спрашивают? Первый вопрос. Как дела? Ну, вы выйдете с этим вопросом. А и все. У нас была такая программа. Ну, много-много всякого отвечали, а концовка у этой программы была, идет мужик весь перебинтованный, на костылях, голова, руки переломаны, еле хромает. Вопрос такой же. Как дела? Во! Вот все. Зритель твой. У нас, во-первых, живой эфир. Прямой эфир. Это вообще 80% успеха был. Мало того, что прямой эфир, у нас был павильон. Мы работали на ГТРК, используя все их, так сказать, технические возможности. Павильон два маленьких, которые... Дверь на улицу была открыта. И рядом стояло это называемое свободное кресло. Заходи любой. Это правда. И заходили. То есть, у нас закрытости вообще никакой не было. Второе. Провокации. События нужно еще и как бы не просто провоцировать, а сотворять, что ли. У ЦУМа нашего, значит, площадка такая намоленная для молодежи. Развернули плакат. Сами работники ТВ Сибири. Долой ТВ Сибирь. Ну, начали плакаты рвать, бить их, избежать. Вот придумать такое. А есть ли будущее у телевидения? Или все-таки через какое-то время оно... Оно срастается же уже. Ведь уже у современных телевизионных приемников все возможности компьютера есть. И вот оно срастается с компьютерными, с всеми этими возможностями. Вот. Я думаю, что так и будет. Параллельно будут развиваться. Само по себе телевидение, ну, не уйдет. Изменятся технические средства. А подходы... Ну, экран-то один и тот же. Подходы к слушателю, к зрителю останутся прежними. Алтайскому краевому театру драмы имени Василия Шукшина в ноябре исполняется 100 лет. Отметить день рождения планируют на следующей неделе, 27 числа. Собственно, это и есть дата рождения театра. Но уже на этой неделе в честь юбилея театр сделал подарок зрителям. Подготовил выставку. Было решено отказаться от привычных стендов с фотографиями. Им на смену пришли интерактивные экспозиции. Для работы над проектом пригласили профессиональных дизайнеров и архитекторов. Когда я увидела первый проект этой выставки, они пришли ко мне и говорят, ну, давайте, мы вот сейчас вам нарисовали, потом обсудим. Не понравится, мы еще раз нарисуем. Когда увидел, сказал, ребят, что рисовать-то, тут все так красиво, не надо. Семиметровая металлическая инсталляция. При создании авторы черпали вдохновение в работах авангардистов начала прошлого столетия. Создавали эту художественную конструкцию из частей старых театральных декораций. Вся эта инсталляция, она собралась из вот таких осколков спектаклей прошлых лет. Все части этой конструкции когда-то были на сцене. В них, собственно, есть дух театра. И дух театра наполняет не только фойе, но и выставочные зоны. Всего их здесь девять. Каждая посвящена отдельным этапам театральной жизни. От сценических костюмов до сценарных набросков. Сценарии, которые нам когда-либо присылали, пьесы, они очень давние, имеют свою историю. Здесь все можно потрогать. Листочки, которые летят вокруг нас, символизируют то легкое вдохновение, которое должно посещать драматургов. Помимо бумажных экспонатов, в поиске которых помогали уже не театральные, а музейные сотрудники, на выставке представлен и реквизит, принимавший участие в сотнях постановок. Здесь же и сценические костюмы, примерить которые может каждый. Мы в нашей выставке постарались вспомнить и нынешних работников, кто сейчас работает в театре, отдать им дань благодарности. Вспомнить тех, кто трудился на славу нашего театра 10, 20, 30, 100 лет назад. С чего все это начиналось. А лично отдать дань благодарности театралам можно будет в течение всего сезона до конца мая. Сотрудники советуют выделить дополнительные полтора часа перед началом спектакля, чтобы ознакомиться со всеми выставочными зонами. И напоминают, вход возможен только при наличии QR-кода. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Ну и в продолжении темы столетия со дня образования старейшего театра региона мои коллеги записали интервью с его директором Любовью Березиной. Говорили о том, какой путь проделал театр за 100 лет, на чем сейчас работают и интересно ли классическая драматургия современному зрителю. Любовь Михайловна, столетний юбилей театра встречает в новой реальности. Это время пандемии, QR-кодов. Это как-то повлияло на зрительский интерес, на актерский состав? Ну, к счастью, на актерский состав это никак не повлияло. Мы остались в том же составе, который у нас существовал. Мы справились, надеюсь, с пандемией. Мы все привиты, весь коллектив театра, все сотрудники. И очень надеюсь, что мы болеть не будем. Я очень надеюсь, что все-таки спада зрительского не будет. Но загрузка зрительного зала на 50%, она, конечно, все равно напрягает. До сих пор напрягает, потому что есть спектакли, на которые у нас всегда 100% продажа. На средней продаже была заполняемость зала в районе 85-90%. Поэтому мы, конечно, очень серьезно потеряли. Но надеюсь, что это когда-нибудь все равно закончится. А если говорить о зрителе, вы можете вычленить некий срез? Кто есть зритель драматического театра? Там может быть возраст, сфера занятий, профессия? Единственное, я могу сказать, что зритель в театре молодеет. Пушкинская карта показала, что спектакли нашего театра востребованы молодыми людьми. Мы очень рады, что такая есть программа. Очень благодарны, потому что когда молодой человек выбирает между банкой пива и билетом в театр, ну не каждый выберет поход в театр, кто-то выберет банку пива. Или, я не знаю, какое-то другое развлечение. А сегодня молодой человек может купить себе банку пива и билет в театр. В инстаграме у знакомых все чаще вижу, что они фотографируются в театре. Это вновь становится модным или что происходит? Совершенно верно. Вот вы правильно сказали, вы совершенно правильно определили. Когда я пришла в театр, я всем коллегам своим сказала, ребят, давайте сделаем так, чтобы в театр было ходить модно. Молодые люди обсуждают в сетях свое посещение, выкладывают фотографии. Мы стараемся, чтобы у нас было всегда уютно, приятно. Стараемся, вот все, что мы делаем, кроме репертуара, да, это вот какие-то встречи, творческие лаборатории, читки и прочее, прочее. Это все для того, чтобы привлечь внимание зрителей и рассказать им, что у нас интересно. Мы сегодня обращаемся к современной драматургии, это модно. Мы стараемся поставить классические спектакли таким образом, чтобы это было интересно и старшему поколению, и молодежи. Ну, в общем, как-то вот надеюсь, что у нас получается. А что сейчас востребовано у зрителя? Вот, к сожалению, в наше очень грустное такое время, все больше и больше в последнее время хочется людям отдохнуть, хочется каких-то комедий. И все время спрашивают, даже в кассе, вот кассиры говорят, спрашивают, а комедия, вот, а чего у вас веселенького можно посмотреть? Но при том, при всем, совсем не комедия, а спектакль «Интуиция». Сегодня просто вот рвет все рейтинги у нас. Мы сегодня в течение двух суток продаем билеты на спектакль «Интуиция». Билеты востребованы, народ идет, и это не комедия. Это как раз спектакль, который заставляет задуматься о том, что же мы делаем сегодня здесь, и что нужно каждый день жить как последний, чтобы потом там не было мучительно больно, не хотелось вернуться и что-то переделать. Если вернуться к юбилею театра, сто лет немалый срок? Какой путь проделал театр за это время? Сто лет немалый срок для человеческой жизни. Я считаю, что для театра это, в общем, такой достаточно юный возраст. И первое столетие театр, чего театр достиг? Театр достиг того, что он пользуется вниманием зрителей. Вот это самое главное, потому что если мы востребованы зрителями, это хорошо. Мы сегодня стали заметны не только алтайскому зрителю. И вот то, что мы попали в лонглист звезды театрала, потом теперь мы уже в шорлисте звезды театрала. И до 30 ноября будет голосование, и дальше война план покажет, на каком мы месте окажемся. На то, что мы уже в шорлисте, то есть мы в тройке лучших региональных театров. Я думаю, что это, в общем, такое... Вот, 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 все. Вот мы к юбилею театра пришли с какими-то определенными рейтингами, и это хорошо. А вот сейчас кого или чего театру не хватает? Я думаю, что все равно нам нужен художественный лидер. Как бы там ни было, нам нужен главный режиссер, который бы взвалил себе на плечи. Но их, к сожалению, не делают. Их нужно самим взращивать. И мы так далеко находимся от наших двух столиц основных, что сегодня молодые люди не хотят взвалить на себя этот груз, потому что этот груз, это, в общем, это очень нелегкая задача, да. Нужно же быть мамой, папой, и дедушкой, и бабушкой для вот этого большого количества людей. Понимать, что вот кому что нужно, подбирать репертуар вот таким образом, чтобы все были заняты и прочее. Они сегодня стараются поставить спектакль хороший, красивый, добротный, и больше не нести никакой ответственности. Но я очень надеюсь, что мы найдем такого человека, который, в общем... Они в основном живут в всей столице, даже если они столичные жители, они там снимают жилье, они ездят по театрам, ставят спектакль, возвращаются. И потом сегодня режиссер, востребованные режиссеры, талантливые, которые могли бы это сделать, они сегодня, поставив там 5-6 спектаклей в год, получают сумму, которая не сравнима ни с какой заработной платой главного режиссера. Поэтому здесь должны быть, в общем, в первую очередь, какие-то такие моральные амбиции у человека, да, создать свой театр. То есть это реально современная проблема? Не только о драмтеатрах? Нет, это не только наша проблема. Это проблема многих и многих и многих театров, особенно театров, которые региональные, которые далеко от столицы. В отношении молодого поколения сейчас все чаще говорят, что у них страх ответственности. И вы это тоже ощущаете, да, даже в плане подбора? Да, ну я вам хочу сказать, что, не знаю, наверное, нам повезло так, что ли. У нас молодые артисты наши, они достаточно ответственные молодые люди, и я не ощутила какого-то такого страха, потому что они, в общем, нам все нравится, как они себя ведут, и как они не боятся работать и отвечать за то, что происходит. Ну, наверное, знаете, даже это не страх ответственности, а какая-то такая лень внутренняя, что ли. Это же надо взваливать на себя чего-то там. То есть в этом плане представители театра современные уже как минимум чуть-чуть отличаются от старой школы? Да, конечно. Ну, они, конечно, другие. Они же все равно живут в этом обществе, они воспитываются в этом обществе. Они, конечно, совершенно другие, они по-другому воспринимают все. Они люди, которые там родились вместе с интернетом. И, в общем, ну это надо воспринимать так, как оно есть. А сложнее работать с ними? С ними интересно работать. С ними интересно работать, они совершенно другие. Они по-другому воспринимают действительность. Они быстрее соображают, где взять, достать какую информацию. И когда с ними общаешься, хочется же тоже соответствовать. И поэтому так подтягиваться под них, подстраиваться. Поэтому нет-нет, все хорошо, все замечательно. Про планы. Что вы планируете на ближайшие десятилетия? Куда двигаться? Я думаю, что вот самое главное, чтобы вот эта вся болячка закончилась, которая сегодня мешает нам всем жить нормально и развиваться. И я думаю, что в любом случае, вот самое главное, чтобы существовал зрительский интерес и зрительская любовь. А я вам желаю только хороших новостей. Спасибо всем, кто нас смотрит, не только по телевизору, но и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. А впереди прогноз погоды от компании «Валар». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok